Культура, образование, туризм. Эти сферы Василиостровский район будет развивать совместно с китайским Туньчжоу. Главы администрации двух районов Петербурга и Пекина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Выставка произведений русских народных промыслов откроется в Пекине уже в октябре. Пройдет она при поддержке Василиостровского китайского культурного центра. А значит, появятся в Пекине работы петербургских мастеров? Как нам пообещали наши китайские партнеры, под китайский деловой центр на этой выставке в октябре будет развернут целый павильон. Поэтому я надеюсь, что наши художественные мастера, ремесленники, которые занимаются народными промыслами, действительно заинтересуются в этой поездке. Петербург ежегодно принимает сотни туристов из Поднебесной империи. В Василиостровском районе намерены для китайских туристов разработать отдельные экскурсионные туры по острову. Более того, уже туристические компании Василиостровского района выпускают специальные брошюры для гостей из Китая. «Я уверен, что наше сотрудничество не ограничится только в сфере туризма и культурного обмена. Впоследствии мы будем развивать отношения и в других областях». На Васильевском острове в будущем учебном году намерены вести в школах дополнительные часы для изучения китайского языка. Правда, в каких именно учебных заведениях, пока не уточняется.